Это место в центре Лос-Анджелеса долгое время называли хозяином побережья. Когда-то тут проходили самые громкие вечеринки, и попасть на них было делом чести для представителей элиты страны. В этом здании проводились презентации, предвыборные кампании и церемонии вручения Оскаров. Поговаривают, что тут его и придумали. Сегодня стоп где снято в отеле Millennium Biltmore. Отель Millennium Biltmore открыл свои двери в 1923 году. На тот момент в нем была одна тысяча номеров, и каждый был оборудован ванной комнатой. Немыслимая роскошь для тех времен. Художественное оформление здания поручили итальянцу Джованни Батисте Смеральди, который был известен своими работами в Белом доме и Ватикане. Наверное, потому Билтмор и называют произведением искусства величие и богатство брандств по сей день впечатляет самую искушенную публику. Главное файе отеля называется Рандеву и напоминает Испанский собор. Во времена сухого закона в номерах отеля были встроены потайные уголки с алкоголем. А вот за этой стеной когда-то вообще был целый секретный бар, посетители которого через решетки следили, не пришла ли. За ними полиция. Заходили в бар через вот эту маленькую замаскированную дверцу. Сейчас она закрыта. Отсюда же гангстеры Лос-Анджелеса, ну или звезды Голливуда, скрывались от стражей порядка или от папарацци. Сложно поверить, но было время, когда голливудские звезды были недовольны своей зарплатой. И вот однажды на одном из заседаний в Билтморе было решено создать академию кино, которая бы защищала права актеров. Заодно собравшиеся придумали и кинопремию. Говорят, что статуэтка, ставшая призом, была нарисована на одной из шелковых салфеток ресторана, находящегося тут же в Билтморе. Придуманная здесь премия стала тем самым «Оскаром». Церемония вручения заветных статуэток проводилась в отеле целых восемь раз. Буквально каждый метр отеля «Миллениум Билтмор» снимался в кино. Его часто называют универсальным, ведь он играл в кино и «Белый дом», и казино, и даже боксерский объект, ну и, конечно же, другие отели. Вы точно видели Билтмор в первых и вторых охотниках за привидениями. Кстати, говорят, что отель кишит призраками, гуляющими по ночам. Билтмор снимался в «Полицейском» из Беверли-Хиллз, играл он и в культовом Чайна-тауне. Помните знаменитую сцену из «Правдивой лжи», где Арнольд Шварценеггер танцует танго? Снята она была именно вот в этом зале. Еще вы могли видеть Билтмор в телохранителе, Рокки, Беверли-Хиллз 90210 и в скандале. Перечислять можно бесконечно, ведь этот отель без преувеличения – звезда Голливуда.